В мае РФ ежедневно теряло на фронте более тысячи солдат. НВТ в мае на фронте в Украине ежедневно было ранено или убито более тысячи российских оккупантов. Однако, несмотря на большие потери, страна-агрессор каждый месяц отправляет на войну новых солдат. Об этом сообщает видео новости Украины НАСА с ссылкой на The New York Teams. По данным американских, британских и других западных разведывательных служб, ежедневно на фронте были ранены или убиты в среднем более тысячи российских военных. При этом, несмотря на потери, Россия набирает от 25 до 30 тысяч новых солдат ежемесячно. Примерно столько же, сколько теряет. Это позволяло российской армии продолжать посылать войска в волну за волной для прорыва линии обороны в СУ. Иногда такой подход оказался эффективным, принося российской армии победы в УН. А в Диевке и Бахмуте, на востоке Украины, «Но украинские и западные официальные лица говорят, что эта тактика была менее успешной этой весной, поскольку Россия пыталась захватить территории вблизи Харькова», — отмечает издание. Американские официальные лица заявили, что ОРФ достигла критической цели диктатора Владимира Путина, создав буферную зону вдоль границы, чтобы усложнить украинским войскам наносить удары вглубь страны. В то же время новобранцы, которых Россия посылает на фронт для пополнения потерь, плохо подготовлены, что ограничивает способность Москвы формировать более боеспособные подразделения ААА. Это также увеличивает потери. Как сообщает издание, американские оценки потерь в войне сновываются на спутниковых снимках, перехватах, сообщениях в социальных сетях и СМИ, а также официальных сообщениях и Украины. В западной разведке считают, что России не придется проводить еще одну мобилизацию в этом году, потому что страна-агрессор сможет восполнять потери за счет осужденных россиян и наемников из Африки. Потери России в войне, по данным Генштаба в СУ, потери России в войне в Украине, за сутки 26 июня составили 1260 тантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял около 539 и 320 солдат. Кроме того, за сутки в СУ уничтожили 5 ПВО, более 40 арт-систем и другую технику врага.